Последний день получился очень напряженным. Все началось утром, сильного ветра и волны. Лидеры прошлых двух дней сразу сделали немало ошибок. К концу дня ситуация в лидирующей группе настолько осложнилась, что команда разделяли считанные очки. И сразу четыре коллектива боролись за золото. Это навигаторы Игоря Рытова, Русатранс Юрия Морозова, Артьюб Валерий Коваленко и яхт-клуб Санкт-Петербурга во главе с Анной Басалкиной. Ну да, мы сегодня начали совсем плохо. Тяжело у нас в прямом смысле, конечно, сдуло. Ветер сильный, нам не хватает явно веса. Буквально одного человека 60 килограмм добавить было бы хорошо. В последней гонке соревновались Морозов и Коваленко, а Рытов с Басалкиной ждали на берегу. Именно в этой гонке решалась судьба золота. Русатранс должен был быть первым, а Артьюбу надо было занять не ниже четвертого места, чтобы победить. В итоге подвиг удалось совершить только Артьюбу. В тот момент, когда подошел порыв, у нас стравился Теклайн, плюс Виталик начал травить Брас, чтобы снять нагрузку. Но получилось, что Геннакер ушел только дальше от лодки, зацепил за воду, был брочинг довольно глубокий. Геннакер пришлось убирать, но опять же, слава богу, что справились. Сразу после финиша было подано несколько протестов. По сегодняшнему дню было подано одно восстановление результата и три протеста. Все протесты и требования восстановить результат были отклонены. В итоге, пятое место у питерской команды «Мелстон Тим». Четвертые – «Навигаторы». Третье место у «Русто Транс». Второй стала команда питерского яхт-клуба. Первое место у команды «Артьюб» из Таганрога. Мне кажется, это прекрасно, что у такого большого количества спортсменов есть возможность тренироваться в России. И очень было приятно в течение этой зимы приезжать в Сочи и гоняться рядом с сильными гонщиками. Нам очень понравилось. Гонки в Сочи продолжатся совсем скоро. В пятницу стартует очередной сезон Национальной парусной лиги. В Сочи и Гранд-Марине встретятся 28 самых сильных и звездных команд российских яхт-клубов.